Здравствуйте! Мы начинаем прямые эфиры на Укрллайф ТВ. У нас в студии Юрий Гаврилевичко, экономический эксперт. Юрий, доброе утро. Накопилось вопросов к вам? Море практически. Давайте начнем с нашего любимого вопроса. Ну конечно, кто же это? Каждого касается. Вы знаете, я посмотрела, не могу сказать, что очень внимательно до конца не выдержала, конечно, этот трогательный процесс голосования, но он был быстрый, решительный, я бы даже сказала. И все решилось как-то вот непонятно пока в чью пользу. Государство или граждане, или отдельные корпорации, которые может быть что-то с этого поимеют. Ну давайте послушаем вот мнение экономического эксперта. Мнение экономического эксперта слушать несколько сейчас бесполезно. Как это? Объясняю. Никто на сегодняшний момент не видел того, за что проголосовали народные депутаты. А депутаты-то видели? И депутаты не видели. Окончательного варианта текста бюджета нигде нету. Это мне напоминает судебную реформу. Вот нету и нету. До сих пор, несмотря на то, что уже неделю назад они проголосовали, текста нет. Поэтому сейчас мы можем обсуждать предварительные документы, базовый документ ко второму чтению. Но я как эксперт не могу давать оценку или анализировать текст принятого бюджета, потому что этого текста не существует в природе. Знаете, а давать оценку несуществующему предмету, для этого нужно быть экспертом, наверное, в чем-то другом, но не в экономике. Однозначно. Поэтому мы можем остановиться исключительно на тех параметрах, которые были заявлены и озвучены до голосования. Что будет после голосования? Каким образом изменится текст бюджета к подписи президента? И уж каким он будет после подписи президента? Я, честно говоря, предполагать могу, но рисковать не буду. Потому что это несколько непрофессионально. Повторюсь, я не Нострадамус. Я не делаю предсказаний. Можно сделать прогнозы. Давайте обопремся на известные цифры, как-то попробуем сделать прогнозы. Давайте попробуем. Бюджет фантастический. Фантастический в том плане, что цифры, заложенные в него, точнее макро-показатели, друг с другом никак не связаны вообще. Это неожиданно. Они либо противоречат друг другу, ни каким образом не могут подтвердить одно другое. Ну, начнем с очень простых вещей. Рост ВВП запланирован на уровне 3%, инфляция на уровне 9%. При этом доходы бюджета должны увеличиваться почти на 15%, расходы на 17,5%, а бюджетный дефицит остаться приблизительно таким же, как в этом году. Это как? Вот за счет чего при таком росте ВВП и инфляции получить, ну, фактически, в полтора раза большим доходы бюджета? За счет увеличения фискальной нагрузки? Ну, окей, можно предположить, но где она будет? В чем? Пока сказать сложно. Единственная прямая фискальная нагрузка, которая четко видна и заметна, это весьма веселый, я думаю, по ходу поговорим о законопроекте, принятом одновременно с бюджетом, 67-76D, которым ставки налогов выражены в целочисленных значениях, в том числе и в основном в евро. Ну, у нас очень интересное государство, которое категорически не любит собственную валюту. Кабинет министров буквально ненавидит гривну, Национальный банк тоже самое, парламент плюет на нее. Поэтому у нас акцизы в законах прописаны не в гривнах, а в евро. И вот эти самые акцизы, прописанные в законах в евро, будут с 1 января следующего года проиндексированы на величину гривневой инфляции в этом году. Очень умно, да? Давайте попроще. Да, как-то вот... В результате такой хитро-странной процедуры, да, ну, называется, сложно как-то подбирать слова в этом случае, в общем, бензин подорожает на 2-3 гривны на литре, дизель подорожает на 2-3 гривны на литре, сигареты еще подорожают процентов на 15-20, это несмотря на то, что, как бы, как и алкоголь. Нет, у них там есть свои увеличения, не с первого квартала запланировано на будущее, но вот с 1 января только за счет акцизов подорожают. Многие другие подакцизные товары подорожают в среднем на те же самые 10-12 процентов, потому что гривневая инфляция двузначная сложится с девальвацией гривны. Вот мы и получим рост цен сходу. Почему фискальная нагрузка? Ну, потому что сразу эти деньги бизнес будет вынужден отдать на бюджет. Изумительно, отдав сразу в бюджет, мы что получим? Рост цен. Вот, в итоге, каждый из нас дополнительно на очень многих товарах и продуктах заплатит где-то от нескольких процентов до 15-20 процентов. Ну, потому что, если бизнес отдаст 15 процентов, он же должен получить что-то больше, значит, цена станет больше. Да, непосредственно, там, логистические расходы возрастут и на цену товаров повлияют, ну, не сильно, в пределах нескольких процентов. Ну, слушайте, мы же сами на транспорте ездим, значит, подорожают маршрутки, подорожает общественный транспорт, подорожает такси. Окей, не ездить на такси, но если маршрутка сейчас стоит 5-6 гривен, ну, будет стоить 8-9. А это очень существенно. А это на самом деле очень существенно, потому что это постоянные поездки. А вслед за маршрутками подорожает и общественный транспорт. Ну, сейчас 4 гривны, окей, будет стоить 5 гривен. Метро у нас сейчас стоит 5 гривен. И думаю, что через некоторое время скажут, не, ребят, мы как-то это... Давайте что-то побольше. Будет, скорее всего, да. Возможно, как раз цены на метро будут удерживаться. Но опять-таки вопрос, когда? Если в начале года могут и поднять. Итак, ближе к предвыборному 2019 году. Сложно сказать, будут дергать или нет. А в начале года вполне может быть такое. Посмотрим. Еще раз повторюсь, насчет метро не уверен на то, что маршрутки, общественный транспорт, в течение первой половины 2018 года подорожают. Для меня это абсолютно однозначная вещь. Вот такой прогноз можно сделать уже сейчас. Идем дальше. Рост доходов при этом населения, да, тоже очень интересный. Там порядка 15% увеличения фонда оплаты труда. Даже больше. Опять-таки, за счет чего? Вот никак не могу понять. Рост ВВП 3%, рост оплаты труда, там порядка 15-18%. Опять-таки, несложно сказать, какие начательные цифры, но вот в разных вариантах проекта бюджета были вот такие. Это как? То есть, бизнес на 3% увеличив, в сути, продажи сможет заплатить на 15-18% больше зарплату? То есть, рост зарплат будет в 5-6 раз больше, чем рост возможных доходов у бизнеса? Это фантастика. Так не бывает. В принципе, не бывает. И не может быть никогда. За исключением одного единственного момента. Когда у нас инфляция будет совершенно другой, а не 9%. Например, какой? Насколько я помню, буквально здесь, в студии, я делал прогноз в этом году относительно продуктовой инфляции. Я сказал, что она, по моим расчетам, к концу года, вот этого 2020 года, должна была составить 20-30%. Вы можете посмотреть на данные ГОСТАТа. Продуктовая инфляция. У нас сейчас бегает. Она где-то от 20, на самом деле, даже до 40%. Мясо на 38% подорожало. Ну, не уверен, что у нас будет в следующем году такая инфляция общая. Продуктовая, скорее всего, будет точно такая же, как и в этом году. Точно такая же, значит, уже ничего не подорожает? Нет, точно такая же, это 20-40%. Еще подорожает? Да. Ну, куда же еще? У нас уже скоро будут самые дорогие продукты в Европе. А у нас и так уже самые дорогие продукты в Европе. У нас вообще уже самое все дорогое. Это, кстати, абсолютно нормальная ситуация для бедных стран. В бедных странах все дорогое. Ну, потому что чем беднее страна, тем больше ворует правительство. Чем больше ворует правительство, тем выше цены. Увы и ах, но это как раз процессы, изрядно взаимосвязанные между собой. Элита сама по себе может получать доходы только тремя путями. Мировая история знает только три пути для обогащения элит. Это воровство с прибыли, это воровство с убытков и это грабеж соседей. С грабежом соседей Украины не сложилось, с воровством прибыли тоже не сложилось. Украинская элита все время занималась воровством с убытков. Что это значит? Это инфляционное раздувание бюджета и, соответственно, заработок на этом. Вот мы имеем тот результат, который абсолютно логичный и нормальный. А каким он должен быть еще? Давайте немножко вспомним историю. Начнем, наверное, с 1992 года, когда у нас был принят фантастический закон о приватизации. Почему оттуда? Потому что приватизация во всех нормальных странах это последняя стадия санации предприятия, когда убыточный пассив, который по определению убыточный, передается с баланса государства безоплатно, между прочим, частнику под обязательство выплатить долги и вывести пассив в активы или хотя бы в ноль. Но одна незадача. У нас в законе записано, что это продажа государственного имущества. Разгосударствление или распродажу с приватизацией у нас спутали не сейчас, а тогда. И вот начав распродавать государственное имущество, получили очень интересный момент, кто его купил. Противно-хозяйственный актив, их родственники и криминалитет. Если мне сейчас начинают рассказывать сказки, что чиновники не могут эффективно управлять собственностью, то странно. Вот я что-то не припомню в Советском Союзе по полгода отсутствия горячей воды. Сейчас коммунальной собственностью управляют частники. Что, лучше стало? Серьезно? А бойлеры чуть ли не в каждой квартире это лучше? Централизованное отопление, но всегда дешевле. А что, о качестве услуг можно говорить? Если раньше у тебя из крана горячей воды шла холодная, то проблемы были у ЖЭКа и так далее по всей цепочке. Сейчас никто ни за что не отвечает. Светные чиновники худо-бедно управлять могли. Мало того, давайте вспомним, возвращаясь к бюджету, в 90-м году ВВП Украины был больше, чем сейчас. Единственная страна из всех бывших республик Советского Союза, которая так и не вышла на уровень ВВП 90-го года. Значит, чиновники, будучи контролируемые партией и правительством в Советском Союзе, управляли госсобственностью намного эффективнее, чем те же самые чиновники и варьё, которые, получив в собственность государственные предприятия, начали управлять ими дальше. Ну, Юр, и предприятия же были другими. Но вспомните. Нет, все конечно. Новенькие, эффективные, хорошие, цепочки производства, сбытов. Для того, чтобы что-то делать, нужно уметь управлять. Воры умеют управлять? Нет. Если над чиновником не висит домокловым мечом, там, оба ХСС или как-нибудь аналогичная структура, он будет эффективно чем-то управлять? Нет. Он скорее порежет завод на металлолом, распродаст кирпичи и стекло и будет жить с рентой, сдавая его в аренду как логистический хаб, там, складское помещение. Либо вообще к чертовой матери расчистил площадку и будет получать за аренду земли, а на ней будут стоять дома. Что мы сейчас и видим. Вот это и есть результат приватизации, который нам втюхивали под лозунгами рыночной экономики. Не бывает рыночной экономики из воздуха. Не бывает хозяев, которые вот внезапно из чиновников или варья переквалифицировались в хозяев. Это нонсенс. Знаете, взрослых людей вообще переделать или исправить невозможно. Это нереально. Для того, чтобы у человека были другие подходы к чему бы то ни было, было другое видение. Его нужно обучать. То есть вкладываться в детские сады и школы. Для этого нужно, а, найти деньги, б, преподавателей и систему. Кто это делал? Никто. Мы так и имеем то, что имеем. Если кому-то кажется, что дальше будет ситуация улучшаться и молодежь что-то сделает, ничего подобного. Кто эту молодежь учит? Более того, самые талантливые уже смотрят, как бы уехать, потому что тут, к сожалению, приступить его-то мало. Кроме того, что самые талантливые думают, как уехать, этих самых талантливых активно выискивают рекрутеры сопредельных и не совсем стран. Если раньше у нас забирали талантливую молодежь предложениями в вузах, то теперь начинают в школах. Это делают наши соседи по всему периметру границы Украины. Почему начали в школах? Потому что наша система среднего образования стала рушиться. Я лично понимаю, что если не забрать школьника и не доучить там, такой бы он талантливый и умный не был, не обучившись вовремя, он до конца жизни останется идиотом. Потому что таланты надо развивать. Если талант не развивается, то талант умирает как талант. Какая разница, какие у человека способности? Если они не реализуются, если человека правильно не обучить и воспитать... История с Маугли замечательна только в книжке Киплинга. Реальность говорит о том, что такие Маугли никогда в жизни людьми потом не становились. Все. То же самое и в нашей ситуации. Если ребенка с детства не обучать правильно, то он во взрослом состоянии уже ничему не научится. И потом будет писать вот такие бюджеты, где ничего не сходится друг с другом. Вообще никак. Мало того, на мой взгляд, есть три основных, скажем так, слова, да, или там, не знаю, определения, которые характерны для данного бюджета. Это манипулятивность, потому что попытки скрестить ежа с ужом, да, и выдать это за гениальное произведение, видны уже в макропоказателях. Значит, это его предвыборность. Уже? Уже предвыборность. Потому что если внимательно посмотреть на расходы бюджета, мы увидим интереснейшую вещь. Что социалка финансируется в будущем году, чем и планирует свое финансирование, на уровне ниже, чем в этом. Ниже? Ниже. Расходы на социалку увеличиваются меньше, чем на показатель инфляции. А это значит, что финансироваться социалка будет хуже, чем в этом году. При этом расходы на субсидии практически такие же, как в этом году. Заниженная инфляция, для того, чтобы пройти, скорее всего, появится подушка безопасности в виде инфляционных денег, которыми и будут затыкать социалку потом, постфактум. Поэтому, заявляя, что мы такие изумительные, замечательные, видите, там прибавили каких-то денег, там прибавили каких-то денег. За счет чего? За счет того, что изначально социалка недофинансируется. Ну вот. Взяли, собственно говоря, и сделали. И третье слово. Это коррупционность. Бюджет коррупционный. Он и написан коррупционным. Ну почему опять вот это слово коррупция со всех сторон вползает во все окна? Объясняю простейший момент. Второй год подряд в бюджете отсутствует строка планового показателя возврата НДС экспортерам. Больше 100 миллиардов гривен. Как они будут распределяться? Каким образом? В чью пользу? Неизвестно. Если эта строка отсутствует в бюджете, это будет делаться в ручном режиме Министерством Финансов. И знаете, слово коррупционность, там просто очень понятно, я его не люблю применительно к многим процессам, происходящим в Украине. По той простой причине, что украинская коррупция имеет свою особенность, которая заключается в том, что никакого отношения коррупции на Западе она не имеет вообще. Западная коррупция, так называемая corruption, это очень простой и хорошо описанный процесс обогащения чиновников путем нарушения или обхода существующих законов. В Украине чиновникам не нужно обогащаться, нарушая законы. У нас законы прописаны именно для того, чтобы чиновники обогащались. Ну, смысл нарушать закон, который и так дает тебе возможность фантастически жить. Секундочку, простейший пример. Значит, руководство «Нафтогаза» просрало суд «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже. То есть, все-таки закончилось не все так оптимистично. Причем все оптимистично, оно закончилось строго наоборот оптимистичного процесса. Подождите, а премии-то выписаны были? Вот. Вот это же... Но, тем не менее, премии за проигрыш дела в суде они себе выписали. Так подождите, они же сказали, что за победу... Говорить все, что угодно можно. Де-факто это проигрыш. Смотрим на результаты. Какие результаты? Результат очень простой. Ни одно требование Украины удовлетворено не было. Это проигрыш. Ну, классический. То есть, если ты пришел в суд с иском, и суд тебя послал в первый эротический тур по ленинским местам с твоими требованиями, это проигрыш. То, что ответчик мог с этого ничего не получить тоже, это уже его дело. Если истец не получил ничего, значит, что истец проиграл дело в суде. Нафтогаз проиграл дело в суде. На сегодняшний момент. Но это не помешало ему писать премию. Законно? Да, законно. Коррупция? Безусловно. Но законная. Дальше. Наши новосозданные антикоррупционные органы. Ну, повыписывало себе на ПК руководство премии по 100, 200, 300 тысяч гривен. Законно? Да, законно. Коррупция? Безусловно. Но, опять-таки повторюсь, это не классическая западная коррупция. Это украинская коррупция. Когда законы написаны так, чтобы чиновники могли обогащаться. Ну, и на третий пример. Не люблю персонали, но все-таки придется. Господина Онищенко, сколько нет в стране? Долго уже. Да, уже, наверное, почти год. Ну, да, как-то так. Изумительно. А вы где-нибудь слышали, чтобы его обвинение оперировало хоть какими-то статьями закона, которые он нарушил? Нет. И никогда не услышите. Знаете, почему? Почему? Потому что господин Онищенко никаких законов не нарушал. Он, используя абсолютно законные механизмы и возможности, покупал дешевле, продавал дороже. Если за покупку дешевле и продажу дороже преследовать в уголовном порядке, то бизнес в Украине закончится сегодня же весь. Потому что это основа рыночной экономики. Вот так вот. Повторюсь еще раз. У нас нет коррупции в классическом варианте. У нас все законы прописаны так, чтобы чиновник мог обогащаться. И как раз основная задача любой власти, которая решит что-то сделать с коррупцией, это перепись законов и нормативно-правых актов под однозначные и совершенно иные формулировки. Но об этом у нас никто не говорит. В принципе, все пытаются бороться с персоналями. Давайте поставим Васю вместо Пети или Федю вместо Лены. И будет тебе счастье. Не будет. Потому что база для обогащения, прописанная в законах, остается. И все эти игры взаменимы одно на другого. Это исключительно борьба различных групп влияния за распределение бюджетных потоков и не больше. Возвращаясь к тому же самому бюджету, почему предвыборный? Следующий момент. Это нераспределенные 5 миллиардов гривен из фонда регионального развития, который, опять-таки, Министерство финансов в ручном режиме может раздавать территории. Местным руководителям. Это либо покупка голосов на мажоритарных округах, либо, если избирательный кодекс будет принят во втором чтении и в целом, передача денег на местах для правильного голосования в тех или иных базовых регионах власти за списочников. То есть открытые списки, на самом деле, вполне можно организовать по той же методике, что и мажоритарка, но с небольшими вариациями. И я думаю, что в ближайший квартал мы увидим это по возможным изменениям, вносимых ко второму чтению в этот самый избирательный кодекс. И двух этих моментов вполне хватает, чтобы утверждать, что этот бюджет все-таки предвыборный. Юрий, ну давайте дальше по пунктам. Вот есть интересный пункт, что помните, обещали, что субсидии будут как-то переведены в какой-то денежный эквивалент, но этого, я так понимаю, в следующем году не состоится. Снова отсрочили на год. Честно говоря, я вообще не понимаю этой идеи с переводом субсидий в денежный эквивалент, потому что на сегодняшний момент субсидии получают компании-поставщики услуг. Украинцы не являются получателями субсидий. Они являются оформителями субсидий. Через их транзитные счета деньги пролетают со свистом. Они их не видят. В принципе не видят. А принятый закон 1581 на ОЖКХ прямо говорит о том, что, господа, вы будете платить за себя и за того парня, потому что показания счетчиков к плате будут считаться только домовые. То есть на все квартиры, вне зависимости от того, что у вас есть дома, тепло будет разбрасываться. Это основная статья расходов. Следовательно, сколько вы лично что-то не сэкономили, ну так ваш сосед напалит больше. Или откроет форточку, ему жарко, понимаете ли, да, и вы будете платить за подачу тепла. Мало того, вы не контролируете домовой счетчик. Вы не контролируете объемы входящего тепла в дом. Это занимается компания-поставщик услуг. Следовательно, если вы не контролируете что-либо и никак не можете повлиять на объемы использования этого чего-либо, вопрос об экономии или даже сама постановка его является априори идиотской. Вы можете что-то делать только с тем, что вы можете контролировать. Если вы что-то контролировать не можете, у вас, ну исключительно, иллюзии воздействия на данный объект есть. И все. Иллюзиями сыт не будет. Знаете, сколько раз не говори халва, то во рту сладко не станет. Еще немного, если позволите, по падению курса гривны до 30 по отношению к доллару. Вот вы думаете, этим ограничится или все-таки больше? На сегодня это уже, я смотрю, официально больше 27 тысяч. Здесь два противоположных процесса, которые влияют на курс сейчас. Первый, который разгоняет курс, это политика правительства, направленная на девальвацию гривны с целью получения больших доходов бюджета и финансирования своих хотелок за счет печатного станка, плюс способствование выведению этих самых долларов из страны в офшоры, благодаря тому, что банки продолжают получать финансирование. Национальный банк перечисляет правительству чистые эмиссионные деньги. Законы, например, Будьковщины до офшоризации уже второй год лежат в парламенте, никто их вообще не рассматривает. Много-мало, но не знаю, порядка 85 миллиардов гривен можно было получить дополнительно за счет изменения законодательства. Но этого никто не делает, не дать никому не интересны эти деньги. По крайней мере, нынешней правящей коалиции интересно, чтобы эти самые 80-85 миллиардов гривен, то есть порядка 3 миллиардов долларов из страны, утекало. Это момент, который способствует девальвации. Есть противоположный момент, который уже очень четко обозначился в этом году. Население сдает долларов больше, чем покупает. За 10 месяцев этого года, насколько я помню, на 2 миллиарда больше украинцы продали официально валюты в банке. Чем купили? То есть проедают то, что было накоплено, да? То есть проедают что? Запасы. Запасы, конечно. И вот пока, в конце концов, проедают запасы, этим самым они частично демпфируют рост курса. Я не знаю, сколько у кого есть денег и на сколько этих запасов хватит. Но, опять-таки, я могу пользоваться статистикой Насбанка, которая говорит, что объемы средств, получаемые от наших зарубичан из-за рубежа, снижаются одновременно с тем, что здесь больше запасов выбираем, выкидаем на рынок. Поступление наличной валюты уменьшается. Мало того, в следующем году, по сравнению с этим, опять-таки, по последнему варианту, которая подала правительство бюджета, к второму чтению, минус по торговому балансу, у нас порядка 10 миллиардов долларов. В этом году 7,5 миллиардов планируется. То есть, если это уже запланировано, ну, можно себе представить, что там, как минимум, на 10-15 процентов гривна девальвируют. Ну, да, это вполне может быть курс 30-31-32. Это абсолютная реальность. Ну, вот, поднимут минимальную заработную плату. И вот недавно совершенно было яркое заявление премьер-министра, который сказал, что вот неожиданно средняя зарплата может с 10 тысяч гривен вырасти. То есть, это good news, хорошие новости. Значит, давайте разделим две части. Первое. Минимальные зарплаты в Украине уже два года не существуют. Как это не существует? А про что же написано это вон, буквами? Нет, написано прошлое года, но только не про минимальную зарплату. Теперь под минимальной зарплатой в бюджете выводится цифра минимальной базы для налогообложения. Никакого отношения к минимальной зарплате это не имеет вообще. Потому что никто не получает начисленные 3200. Получают 3200 минус 18% ПДФЛ, минус 1,5% военного сбора, минус еще где-то 2,2% отчислений во всевозможные фонды. То есть, порядка 2,5 тысяч гривен. Это то, что получается на руки с так называемой минимальной зарплатой. Следовательно, раз с минимальной зарплатой платятся налоги, это не минимальная зарплата. Это минимальная база для налогообложения. Знаете, когда у нас премьер с сомнительным дипломом и министр соцполитики, великий религиовед, который при вступлении в должность, давая интервью в Зякаланделе, заявил, что министр соцполитики должно работать как Иисус Христос? Это неудивительно. Ну совершенно. Люди вообще не понимают, что они пишут, о чем они говорят. Буквально несколько дней назад тот же министр соцполитики заявил, что мы прорахувалы. Что мая буты прожитковый минимум 4 тысячи 23 гривни. Знаете, в украинском языке прорахувалы это просчитались. Так вот, когда министр говорит, что они прораховывают, а не обраховывают, то есть не считают, а просчитываются, то уже о многом говорит. Вот так они составляют бюджет. Они просчитываются. Ну неудивительно. Когда у человека нет образования, то в общем сложно складывать цифру. Он не очень понимает, чем он ладит. Но либо никто не учил, либо у него повышенная сопротивляемость к усвоению знаний. Бывает. Все бывает в жизни. Но такой у нас кабинет министров. Посему увеличение, о котором говорил господин Гройсман, возможно. Может ли зарплата встать на 35% больше? Конечно. Если инфляция будет процентов 50. Лучше не надо. Не, ну это абсолютно нормальный процесс. То есть бизнес всегда способен увеличить объемы выплат сотрудника, ну где-то на треть меньше, чем получаемый доход. Следовательно, чтобы зарплаты выросли на 35%, инфляция должна составить 50%. Так что да, это возможно в таком случае. Не думаю, что это кого-то порадует. Ну и давайте о пенсиях. Немножко это, наверное, последнее, о чем мы тут вспомним бюджет, потому что бюджет-то большой, все не упомнишь сразу. Вот все-таки по пенсиям. Минимальная пенсия увеличится на размер инфляции, наконец-то. Вот мы, признаюсь честно, перед эфиром немного говорили о том, что она должна была увеличиться. Если вы поделились со мной этой информацией, еще в этом году. Изумительно. Значит, ну, во-первых, уже два месяца, как у нас это, приняты изменения в пенсионное законодательство, интереснейшим образом оказывается, что, а, пенсии на величину инфляции за октябрь и ноябрь, точнее, даже на 50% ничего, не увеличились. То есть, да, я буду править, что это не сейчас, это не с 1 января должны увеличиваться на 50% в автоматическом режиме. Окей, замечательно, говорю я. Если это у вас с 1 января, то, значит, на сегодняшний момент действуют нормы старого, до 1 октябрьского закона, которому вы обязаны индексировать пенсии на размер инфляции, а ежели она превысила 3% с момента последней индексации. Где? Где это увеличение? Последняя индексация пенсии на размер инфляции, напомню, была в первом квартале 2012 года. Пять лет все-таки прошло. Господа, хотите порассказывать сказки о реформах, начинайте выполнять законы. Так вот, выполнив нормы закона, на сегодняшний момент минимальная пенсия, минимальная пенсия, чисто за счет индексации, должна была бы превысить 2700 гривен. Это совсем же минимальная получение. Это минимальная. На сегодняшний момент, с 1 декабря, минимальная пенсия 1373 гривны. Еще раз сравниваю, 2700 и 1373. По-моему, разница очень существенная. Ну, вот как-то так. Но, знаете, это почему-то неинтересно вашим коллегам. Они там покричали, повозмущались, что-то пописали по пенсионной форме и благополучно об этом забыли. Я понимаю, что в 20-30 лет пенсия окажется очень далеким событием, но, увы, ах, люди обычно идут от рождения к смерти, а не наоборот в своем развитии. Поэтому через некоторое время это станет интересным. Но для многих уже будет поздно задумываться об этом, и придется что-то еще придумывать. Ровно как и еще один немаловажный и удивительный момент, что с момента принятия изменения пенсионного заказательства у нас и с минимальной пенсией начались чудеса. На сегодняшний момент, с этого самого 1 октября, согласно заключительным и переходным положениям закона 64.14, сколько я помню, есть очень интересная норма, которая говорит о том, что пречество будет делать минимальную пенсионную выплату, которая составляет минимальная пенсия на 1 декабря, плюс 79 гривен. Одна небольшая незадача. Исключительно, согласно 95-й статье Конституции, вопросы социальных выплат, это, в общем-то, прерогатива бюджета. Верховная Рада это делает вот таким хитро-странным образом. Это невозможно. Поэтому Конституционный суд в любой момент может эту норму отменить. И, соответственно, вот эти 79 гривен, которые прибавляются, куда-то исчезнут. Мало того, Кабинет Министров может в любой момент на основании этой же самой 95-й статьи Конституции и его выполнения прекратить эту выплату. И минимальная пенсия, точнее, минимальная пенсионная выплата, станет, в общем-то, равна минимальной пенсии. Увы и арх. Мало того, в следующем году сохраняется точно такая же веселая история, как и в этом, когда для бюджетников низших разрядов заработные платы будут примерно одинаковые для первых восьми разрядов. Почему? Потому что величина выплаты по первому разряду единой тарифной сетки привязана к прожиточному минимуму. А прожиточный минимум у нас 1700 гривен. Соответственно, для того, чтобы добить до этой самой минимальной базы для налогообложения, государство будет доплачивать тем, кто по коэффициенту не получает такую заработную плату. Следовательно, вне зависимости от квалификации и ранга, масса бюджетников будет получать фактически одну и ту же самую заработную плату. Что катастрофически демотивирует граждан работать лучше, а зачем? Или расти по карьерной лестнице, или учиться. Смысл? Но если уборщица и медсестра получают одни и те же деньги, возникает резонный вопрос, зачем на себя брать больше ответственности и больше работы? Какой смысл? Эта ситуация сохраняется в будущем году. Об этом почему-то тоже никто не говорит. Я знаю, что большой государственный долг в следующем году нужно выплатить. На этом, может быть, еще остановимся. Критически или нет для Украины? Что значит критически? Уже несколько лет государственный долг, точнее его обслуживание и возврат, стали основной статьей бюджетных расходов. В этом году на обслуживание и возврат долгов, это порядка 240 миллиардов гривен потратится до конца года, по крайней мере по плану. В будущем году порядка 305 миллиардов. Ну, в общем-то, на 25 процентов возрастут расходы бюджета по обслуживанию и возврату госдолга. Много или мало? Ну, напомню, что величина, которая чистопередует, то есть 305 миллиардов, это фактически объем расходов пенсионного фонда. То есть, если бы этого долга у нас не было, можно было безинфляционно повысить пенсии вдвое. Как же долго-то не было? Долг-то вон годами, десятилетиями копился. Ничего подобного. Нет, а как? Давайте посмотрим немножко в истории. Итак, вернемся, допустим, на 10 лет назад, как раз, наверное. 2007-го. Так вот, тогда, ну, мы рассматриваем 18-й год, 2008-й. 2008-й. Вот тогда, премьерство Юлия Тимошенко, кризис, взяли деньги у МВФ, госдолг 20% ВВП. Сейчас госдолг порядка 90% ВВП. Причем, где-то с 50% до 90% он вырос с 2013-го по 2017-й год. Вот как-то так интересно получилось. То есть, оба правительства Юлия Тимошенко и правительство Горостова столько набрало долгов. Она делала, что, в общем-то, этот объем стал сопоставим со всеми предыдущими долгами за предыдущие 22 года независимости. То есть, вот за 4 они умудрились набрать столько же долгов, сколько все правительства предыдущие за 22. То есть, скорость набора долгов этими правительствами, ну, слушайте, в 5,5 раз больше, чем у всех предыдущих. Еще раз повторюсь, скорость набора долгов возросла в 5,5 раз. Неудивительно, что у нас такие выплаты. Ну, если сравнивать, не знаю, с объемом финансирования Министерства обороны, то можно было 3,5 года содержать армию на эти деньги. Но, опять-таки, судя по тому, что у нас, по-моему, и в будущем году планируют привлекать новые средства, ну, зачастую для возврата предыдущих долгов, то, в общем-то, об этом никто не думает. В принципе, не думая о том, что будет с этим дальше. Потому что с каждым годом объемы долговых обязательств увеличиваются, и расходы бюджета на обслуживание и возврат долгов будут тоже увеличиваться. Каждый следующий кредит, получаемый украинским правительством, он будет на менее интересных условиях, чем предыдущие. То есть, за проценты за обслуживание долга придется платить больше. Хотя у нас уже сейчас проценты за обслуживание в абсолютных величинах сравнимы с расходами на возврат долгов. Юрий, ну, еще вот один важный вопрос. Мы уже говорили о том, что цены в Украине высокие достаточно на очень многие вещи. И поэтому многие украинцы вдруг взяли такую хорошую практику покупать где-то на каких-то интернет-ресурсах, в интернет-магазинах, где-то за рубежом вещи и посылками их получать. Но вот под шумок, когда голосовали там вот все эти последние законы, связанные с бюджетом, был принят один закон, которым я бы хотела, чтобы вы его прояснили. Потому что, честно говоря, даже близкие мне знакомые спросили у меня, Люда, объясни, пожалуйста, что это такое? Вот я вам переадресовываю. 67-76D, которым, я уже говорил, повышались акцизы на величину инфляции, им же были введены ограничения на покупки за рубежом, причем как на получение посылок из-за рубежа, то есть в интернет-покупки, так и на прямые покупки, если вы выезжаете за границу. Соответственно, там очень интересно прописана норма. Да, вот можете нам немножко прояснить? Есть два возможных варианта насчет посылок. Либо вы, вот я, вот там вот так, я не понял, как оно будет. То есть, либо это три посылки до 150 евро в месяц, каждая, либо три посылки с суммарной стоимостью 150 евро в месяц. Вот честно, не могу сказать точнее. А, или три посылки по 150, или суммарно? Или суммарно. Что касается покупок за рубежом, вот вы выезжаете за границу, что-то покупаете, то не больше 500 евро раз в три дня. Это мы так боремся с контрабандой, или что мы делаем? Нет, на самом деле мы не боремся с контрабандой. Основные бенефициарии, то есть выгодополучатели этого закона, это торговые сети, которые у нас де-факто являются монополистами на рынке. Ну, в крайнем случае, это олигополия, потому что там 30% рынка, насколько я знаю, нет ни одного сети. У нас есть только монополия, окей. У нас есть олигопольный рынок, на котором уже абсолютно все товары стоят дороже, чем в сопредельных странах у всех. На этом наживутся контрабандисты с западной границы и террористы с восточной. Контрабандисты могут просто поздравить себя и прислать поздравительную телеграмму, пока еще это возможно, Верховную Раду, а вот террористы с неподконтрольных Украине восточных территорий, бурные продолжительные овации стоя. Потому что если с западной границей, с границей худо-бедно, но контролируемая, то с восточной неконтролируемая. И, соответственно, потоки контрабанды оттуда, которые не шли, потому что это не имело ни малейшего смысла в плане товарного, сейчас пойдут. Ну и третье, это товарищи депутаты, которые явно за какой-то интерес проголосовали за подобный идиотизм. Четвертым выгодополучателем станут таможенники. Причем как коррумпированные, которые смогут в связке с контрабандистами на этом нажиться, так и, в общем-то, не совсем коррумпированные. Они будут сказать, что мы же теперь будем больше денег приносить в бюджет, но на самом деле ничего подобного не будет. Что касается посылок, ну напомню статистику, если кто не знает. Так вот, в прошлом году в Украину посылок стоимостью до 150 евро было послано из-за рубежа порядка 30 миллионов. 30 миллионов? Вот получателями посылок стало порядка 18 миллионов человек. То есть на одного человека меньше, чем полторы посылки. посылок стоимостью свыше 150 евро, которые, между прочим, и на сегодняшний день облагаются налогом, было получено намного меньше. Где-то порядка 153 тысяч всего-навсего. На сумму порядка 14 с хвостиком миллиардов гривен. С чего было заплачено почти 6 миллиардов налогов. Ну окей, теперь эти посылки пойдут неофициально. А эти самые налоги уйдут в оплату контрабандистам. Замечательно. Ну, бюджету не нужны деньги. Мало того, таким образом мы изумительно еще и портим отношения с нашими соседями дополнительно. Потому что на трансграничной торговле зарабатывают Румыния, Польша, Чехия. Как я уже говорил, украинские зарабельщане стали меньше присылать сюда денег. Ну окей, теперь они будут присылать сюда еще меньше денег. А еще большее количество наших граждан, вместо того, чтобы как-то выживать здесь, отправятся на работу туда. Так что еще одним, пусть и опосредованным выгодополучателем от данного процесса, кто станет? Наши соседи, заинтересованные в рабочих руках. Ну вот такой интересный результат. Сразу? Нет, не думаю, что это будет сразу. Но это процесс, старт которому дан неделю назад. Дальше он будет только развиваться. Отсюда люди уезжают не просто потому, что им нужны деньги. Денег, в принципе, худо-бедно можно заработать и здесь. Но а. с какими рисками? И б. Сколько бы ты денег не зарабатывал, окружающая инфраструктура будет с тебя вытягивать больше. То есть за те же самые деньги, заработанные за границей, ты сможешь больше купить товаров и услуг. Сможешь лучше жить, чем в Украине. И чем дальше, эта разница будет больше. То есть люди уезжают не только за деньгами, в абсолютном выражении, в долларах или евро, но и за возможностью изменить качество жизни. И чем дальше, это будет становиться все более интенсивным процессом. При этом данные все интересные процессы приводят к еще одному любопытному моменту, чего раньше не было. И то, что уже видно сейчас. Что тот самый крупный и пока что очень дорогой цирк на улице Грушевского под Куполом. Я вот не зря его называю цирком. И многие люди привыкли к тому, что Верховная Рада у нас это большой цирк. Здорово. Так вот, привыкнув к тому, что это большой цирк, на следующие выборы. А пленые финансово-промышленные группировки начинают ставить на иные проекты и запрос на новые лица. Окей, замечательно. Я думаю, что мы сейчас уже видим очень любопытные истории в виде президентской программы известного музыканта. Или недавно Миньюз зарегистрировал политическую партию одного из самых успешных комиков и сатириков в Украине. Возможно, появится партия каких-нибудь еще успешных спортсменов. Или еще кого-нибудь. И экспертов будут террически просить комментарии. Знаете, вот там тот товарищ что-то сказал по поводу бюджета, по поводу приватизации. Что вы по этому поводу думаете? Часть экспертов, ну, благополучно пошлет таких журналистов куда подальше. Потому что, ну, не делая экспертов обсуждать слова дилетантов. А часть начнет что-то говорить. И тогда слова дилетантов получат легитимацию уже посредством экспертов. Эксперты, кто-то за деньги, кто-то даром, будут работать на пиар так называемых новых политических сил в виде представителей шоу-бизнеса. Могут представители шоу-бизнеса набрать определенный привискелетинг? Да. Но таким образом этот шоу-бизнес будет вытеснять реальную политику. У нас и так политика чем дальше, тем больше превращается в шоу. Но теперь это будет уже классическое шоу. Да, кому-то может показаться, что, ой, как хорошо, наконец-то новые лица, может, они что-то смогут сделать. Я думала, мы уже наелись последние два года. Не наелись. Не наелись. И вот социология показывает, что, да, их будут поддерживать. Популярность того же «Слуги народа» – это шоу. Но люди нас не отличают шоу от реальности. В итоге мы вполне можем оказаться в ситуации, когда в следующий парламент у нас зайдут шоу-проекты. Точнее, под маской шоу-проектов пройдут представители вполне конкретных финансово-промышленных группировок. Но кто это будет, особенно если это будут списки, в общем-то, будет совершенно неизвестно. Хорошо или плохо, слушайте, но каждый должен заниматься своим делом. Что музыкант понимает в экономической политике? Да ни хрена. А комик в партийном строительстве – то же самое. Но результат того, как известный спортсмен стал киевским мэром, мы можем уже увидеть сейчас. Столько разрушений в Киеве, физически разрушений исторических памятников, ну, было, наверное, разве что во времена нацистской оккупации во Второй мировой. Это результат деятельности спортсмена в качестве мэра Киева. Делает ли его это окружение, а не он сам? Возможно, но мне, как киевлянину, абсолютно наплевать, делает ли это его окружение или он. Он легитимизирует это. Он. И он за это отвечает. Поскольку ни собрать команды, ни проконтролировать, ничего проверить не может. Смотрите, что музыканты, художники или комики смогут лучше контролировать так называемые свои команды, чем спортсмен. Ничего подобного. В итоге, вместо худо-бедно, но политического парламента, мы получим исключительно лоббистский парламент. Причем без закона о лоббизме. И все подобные чудеса в итоге приводят к диктатуре. Потому что, наевшись музыкантами, спортсменами и комиками, народ через одни выборы потребует сильную руку и уже в очень жестком варианте. Увы и ах, но это логичное продолжение бардака. Потому что, кроме бардака и хаоса, лоббирование частных интересов, уже абсолютно ничем не прикрытое, но под масками шоу, именно к этому и приводит. А ничего другого и быть не может. В принципе. Потому что, на самом деле, задача подобного граждану — это обслуживать. Но не может обслуга становиться лидерами или созидателями. Не потому что плохое, или не потому что способность на что-то. Нет, дорогие товарищи, если вы 20 лет занимаетесь чем-то одним, то внезапно переключиться на совершенно другую работу и достичь фантазических исследований? Ну, теоретически, наверное, да. Но на практике невозможно. А даже если это возможно для кого-то одного, это невозможно сделать системой. Одиночки с системой не сделают ничего. Для того, чтобы в стране произошли изменения, то любая политическая сила должна действовать как системная сила. Для этого, как минимум, должна иметь какую-то общую идеологию, связанность между собой, понимание, что от общих усилий зависит результат, деятельность достаточно жесткой, иерархической системой руководства в одну сторону. А когда у тебя будет картинка шоу, а под этим шоу будет дальше продолжаться пилить бюджет, вывозить янтарь, пилить лес, организовывать различные схемы по закупке украинского угля по цене голландского, или перепродажи российского газа через европейского посредника с накруткой в 10-15-20%. Но какой бы ни был запрос прочности у государства, в конце концов все заканчивается. А если не строить нового, то старое разрушается. Но мы сейчас это имеем и как раз не через бюджет, а в этом бюджете на развитие экономики нет ничего. То есть никаких средств на развитие экономики не выделяется. Единственные деньги, которые теоретически можно считать развитие, будут закапываться в землю. У нас там порядка 50 миллиардов гривен предусмотрено на УкрАвтодоро и же с ними. Это что-то даст? Нет, ничего не даст. Потому что дороги приносят деньги только в том случае, когда по этим дорогам кто-то ездит, когда по этим дорогам перевозятся грузы, когда по этим дорогам ездят люди и они не просто сами по себе делаются, а для чего-то. Никаких государственных программ развития промышленности, развития регионов отдельных или в целом. Развития инфраструктуры не существует. Дорога сама по себе денег не дает. Для того, чтобы она повторить, что что дала, то нужно, чтобы в точке А был какой-то инфраструктурный объект, в точке Б был инфраструктурный объект. Дорога это связь между ними. Когда этих инфраструктурных объектов нету, либо не выделяются средства на их развитие, то какая разница, что между ними, космос или дорога. Толку связывает то, что не работает и не взаимодействует. люди живут в конце концов. Мы говорим о развитии экономики. Люди живут в разных условиях. На самом-то деле. Это тоже правда. И опять-таки, зная о том, как у нас строятся, дороги в том числе, окей, замечательно, как уже неоднократно было, и мы весной будем это опять наблюдать, а с каждой следующей весной дороги будут сходить вместе со снегом. Почему? Ну, Ксюш, пытаться как-то проще объяснить. Мне в этом отношении страшно понравилось сравнение или пример, приведенный в американском сериале «Подпольная империя», когда мафиози, собираясь на некий этот слет старых мафиози, думали, как бы привлечь в свой город федеральное финансирование для того, чтобы построить дороги. Главное, зачем? Так вот, выступая на этом слете, один из мафиози говорил, что нам как-то жалко тратить свои деньги на дороги, да их в общем-то нету, но нам эти дороги нужны для того, чтобы в наш город приезжали туристы, они тратили деньги в наших магазинах, они покупали наши товары, они пили наше вино, они останавливались в наших гостиницах. Американские мафиози не думали о том, чтобы украсть деньги на дороге, потому что они собирались получать прибыль с того бизнеса, который они контролировали, а дорога им была нужна, чтобы этот бизнес развивался. В Украине ничего подобного нету. Здесь пытаются украсть деньги на дороге, а как будет развиваться бизнес, так очень просто, давайте повысим цены. Разницу ощущаете? Ну, конечно, да. Вот до тех пор, пока уровень понимания бизнес-процессов нашим истеблишментом не доползет хотя бы до уровня американских мафиози 20-х годов прошлого века, здесь кроме разрухи не будет ничего. Юрий, спасибо вам огромное, что были сегодня с нами в прямом эфире. Вот не поговорили мы еще о моратории на землю, но я думаю, что мы обязательно еще в этом году увидимся и обсудим это тоже. Слава Богу, его приняли, но президент пока не подписал. Вы думаете, может не подвитировать? Я не думаю, я могу предполагать любое развитие событий, хотя если основываться на заявлении президента, сделанного две недели назад, что у нас только порядка 60% земель как-то учтено, а для того, чтобы заполнить кадастр, нужно еще год, то с вероятностью больше 50% могу сказать, что скорее всего этот закон он подпишет. Но опять-таки месяц еще не прошел, собственно говоря, надеюсь, мы результат увидим до нового года, а нет, ну в общем где-то аккурат под православное Рождество, потому что есть время, можем заметить, но до елочки вполне можем поговорить о том, к чему приводят распродажи земли, вообще какие есть механизмы заработка на земле без распродажи и какие ограничения существуют в различных странах. Ну, маленький пример, когда говорят о том, что везде есть свободный рынок земли, в Британии рынка земли не существует, вся земля принадлежит короне, и эта ситуация сохраняется уже лет 800. Можно ли сказать, что Англия неуспешная страна или Великобритания есть нерыночная экономика или ей как-то отсутствие рынка земли мешает развиваться? Нельзя. Ну, так, смотреть на разные примеры и думать о том, что и как можно использовать в Украине без лозунгов, оценивая нашу ситуацию и возможность применения чужих практик здесь, но адаптировано под наши условия, а не простым переносом, как действуют там, действуют. Не бывает такого, чтобы чужие законы, чужие нормы морали и права действовали одинаково в той стране, в которой они родились и у нас. Это нонсенс. Юрий, спасибо вам огромное, спасибо, заинтриговали, продолжим наш разговор обязательно. Юрий Гаврилевич был сегодня у нас в студии, экономический эксперт, вы, пожалуйста, оставайтесь с нами, мы продолжаем прямые эфиры на ОКРО-ФТВ. Вам, Юрий, спасибо огромное. Спасибо за слушание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok